всем привет сегодняшнее видео хочу начать с того что если вы мужчина и вы случайно попали в это видео пожалуйста жмите на крестик потому что сегодня информация только для девочек так мне уже давно задавали этот вопрос рассказать про то что во мне изменилось да как изменилось тело здоровье после того как я родила ребенка изменения есть как положительные так есть и негативные давайте начнем с негативных потому что их будет к сожалению больше первый такой условный конечно минус кто-то скажет что тебе повезло лучше вот так чем как у кого-то да я уже об этом жаловалась неоднократно видео что после того как я родила я стала еще худее чем я была то есть меня устраивалось а я была довольно стройная всегда девушка после родов я вообще вся истощала вот и уменьшила сильно грудь для меня это такой не очень приятный момент но конечно это все мелочи да и кто-то скажет что лучше похудеть после родов чем растолстеть там на много-много килограмм да но все-таки мне кажется что если ты потолстел похудеть можно всегда вот а вот набрать вес чаще сложнее мне кажется что сложнее чем наоборот следующий момент такой немножко деликатными стрёмно немного об этом конечно и говорить но я думаю что меня смотрят точно такие же девушки как и я до которые рожали у которых какие-то изменения произошли в организме и в общем в общем рассказываю все как есть после того как я родила волю что-то у меня поменялось в организме наверное это вот связано с гормонами стало сильно потеть то есть раньше такого вообще у меня не было никогда я могла даже не пользоваться дезодорантом сейчас помимо того что вообще вот сейчас стало лучше но когда я только родила ребенка первые месяцы это было просто жесть я все время была мокрая вся у меня были даже все время потные волосы это было просто ужасно я вообще в таком состоянии себя видеть не могла то есть любое какое-то минимальное усилие которые ты делаешь просто ты сразу весь мокрый вся спина мокрая вот и так было ну наверное месяца три-четыре потом стало как-то получше сейчас у меня нету такого уже но все равно по сравнению с тем как это было раньше все но я потею сильнее чем раньше плюс у этого всего дела есть запах этого раньше тоже не было вот как я говорю я могла вообще не пшикаться ничем вот но что касается запаха кстати это тоже проходит девчонки не знаю у всех или нет но у меня прошло через год то есть вот оле сейчас год и месяц и уже месяц как я замечаю что перестала вонять этот запах в общем он ушел куда-то я много приколов про это слышала про то что вот эти вот все послеродовые штучки что ты воняешь луком и так далее вот действительно было не очень приятно и вот долго у меня это было долго я думала что уже это никуда не уйдет и это теперь со мной и это моя новая реальность но слава богу слава богу как то стало получше все равно и как я и говорю что я все равно потею потею больше чем раньше но хотя бы уже это не так не так ужасно плюс кстати говоря я нашла классный дезодорант который работал лучше чем другие то есть я вынуждена была до в новых этих реалиях искать что-то чтобы мне как-то помогало потому что ладно когда там весь день дома ты можешь помыться сколько тебе надо быстро сполоснуться дальше чтобы все было опрятненько попшикаться а когда ты например уходишь на целый день но бывает такое да или там долго тебя нету не очень хочется как-то вот вонять вот и короче я уже только под конец вот этого года нашла классный дезодорант сейчас его покажу с ним прямо вот можно ходить целый день и не пробьет ничего по крайней мере мне это помогло сейчас его покажу сначала хочу показать вот этот это не он не который супер классный но вот это тоже круто я думаю что у кого нету проблем с запахом он вам круто подойдет я сейчас бы могла им пользоваться но тоже расскажу почему не пользуюсь в общем во первых запах шикарный он называется энерки фохё это акс супер приятный запах он просто просто пахнет как ну не духи конечно но очень вкусно мне он нравился и причем такой яркий запах но все равно в течение дня вот я все но потом начинала чувствовать неприятный запах от себя в общем сейчас уже когда у меня нету вот этого неприятного запаха он почему-то все таки мне не подошел он без солей алюминия вообще заметила что дезодоранты которые без солей алюминия они у меня вызывают зуд вот только по этой причине не могу использовать даже сейчас вот потому что у меня жутко все чешется от него я пробовала еще парочку других которые без солей алюминия то же самое та же реакция я не знаю почему мне так все начинает чесаться от них а вот тот про который я говорила это мужской но у него такой запах знаете он не сильно выраженный мужской я бы даже сказала он такой унисекс его можно в принципе использовать как мужчинам так и женщинам но указано что мэн вот так он называется супер вообще просто с ним и так сухо все ну просто шикарно я не знаю и запах только приятно от вас будет запах вот с ним возможно потому что как раз таки он мужской да у мужчин более такое вот отделение дачу муж женщин и как раз вот я думаю что для такой пост родовой истории это вообще то что нужно то есть нужно что-то посильнее женские дезодоранты мне не помогали вот а сейчас все равно продолжаем пользоваться не знаю мне нравится классный свежий запах суп и последний негативный эффект которые оказали роды непосредственно на мой организм когда я рожала ребенка у меня были стремительные роды у меня были очень очень сильные потуги мне никак не помогали в процессах в процессе рождения ребенка то есть не не делали эпизиотомию ну вроде как и не было показаний я не знаю ну в общем из-за того что было были стремительные роды у меня плюс я еще как-то неправильно тужилась у меня было опущение матки ослабление вот этих мышц и опущение и в общем это была действительно проблема я долгое время пыталась как-то сама с ней справиться единственное как можно было помочь этому то что мне сказала врач это нужно делать вот эти упражнения кегеля которые я вообще честно говоря за всю свою жизнь я ни разу так и не смогла правильно выполнить это упражнение мне кажется что я делаю неправильно и по факту я делаю неправильно потому что я долго я где-то полгода вот это каждый день что-то там пыталась и ничего не получилось вот ничего у меня не получилось изменений вообще никаких не было я и сама чувствовал то есть мне уже это даже дискомфорт приносило вот в повседневной жизни то есть у меня была серьезная такая ситуация вот и когда мне не помогали упражнения которые я делаю неправильно очевидно мне пришлось что-то другое предпринимать потому что это ну вы знаете я думаю кто не знает погуглите какие последствия бывают у этого да у опущения и у ослабления мышц особенно когда ты уже такой в возрасте человек это вообще приносит огромный дискомфорт и в общем я не хотела еще хуже все это запускать тем более что мне уже доставляла как я говорю неудобства в общем нужно было что-то делать я купила себе тренажер кегеля который работает по такому принципу что ты ничего сам не делаешь то есть он сам сокращает тебе мышцы в общем в этом приборчике много программ в том числе есть послеродовое восстановление которое работает с вот этим вот с пролапсом пролапс это опущение матки могу показать как выглядит коробочка в общем вот так выглядит этот тренажер чик вот такой он супер вещь я хочу сказать что я почувствовала изменения уже я не знаю наверно пять раз только я сделала вот эту программу до тренировку и все я уже почувствовала что есть эффект и я прямо стараюсь не пропускать иногда конечно у меня бывают такие периоды что я там куда-нибудь уеду плюс раз в месяц да вы не просто не можете использовать этот тренажер но вообще это шикарная вещь конечно дорого стоит но как я сказала когда необходимо я чувствую что мне этого необходимо вообще но это не какие-то там прям немыслимые деньги мой стоил 15 тысяч вот я вообще не жалею это суперское вложение суперская инвестиция к тому же с возрастом все равно ну по крайней мере говорят врачи что женщины приходят к тому что это становится нужно вот потому что с возрастом все равно эти мышцы ослабевают вот так вот поделилась я с вами такой сокровенной своей информации надеюсь что это видео было кому-то полезно если вам интересно про вот эту штуку я могу в принципе снять вообще отдельное видео как обзор рассказать какие пользоваться как она работает есть аналогичные всякие другие тренажеры но я хотела именно вот этот который будет все делать за меня потому что я сама не могла правильно в общем правильно делать эту всю тренировку поэтому вот здесь вообще ничего делать не надо ты просто вставил или пьешь чайок она работает за тебя вот если интересно пишите в комментариях расскажу поподробнее про этот аппарат из негативных моментов это получается все то есть сильно похудела назад не набирается как-то особо вот то что стало сильнее потеть вот эта гормональная история и долго мучилась запахом пота слава богу это закончилось кстати хорошо что я это видео записываю да когда прошло чуть больше года вот если бы я записала его раньше я бы даже и не рассказала вам о том что это в принципе есть надежда что это пройдет если у кого-то кто-то с этим столкнулся теперь давайте о позитивных моментах он только один у меня очень но он очень приятный кстати очень классно очистилась кожа я надеюсь что этот эффект не пропадет вот сейчас там через год с чем-то то есть у меня вообще всегда была очень проблемная кожа вот прям с подросткового возраста лет с 16 и до 25 в 25 я забеременела всю беременность у меня была проблемная кожа особенно вот эти места они у меня все были всегда с воспалениями я всегда это как-то прятала чем-то вот и после того как я именно уже родила у меня вообще в принципе сейчас нету прыщей да у меня там что-то где-то может выскочить там раз в месяц вы понимаете о чем я но это такие воспаления такие высыпания которые я могу чем-то убрать там маской или каким-нибудь пилингом то есть раньше у меня настолько это была проблема что мне в принципе даже ничего не помогало толком вот чего я только не пробовала там всякие и с антибиотиками средства и косметологу я постоянно ходила и даже были всякими курсами я пропивала какие-то там препараты которые мне назначали я помню что я пила как-то пылесорб даже чтобы как-то там не знаю чистить это все но в общем много всего было перепробовано и я очистила все лицо кроме вот этих мест они вот все равно как-то оставались всегда в не очень хорошем состоянии и вот только рождение ребенка меня как-то от этого спасло с ужасом думаю о том что опять какая-то гормональная перестройка и все вернется обратно потому что мне сейчас очень нравится конечно как выглядит лицо вот это такой позитивный бонус после беременности но я вообще считаю что в принципе у меня даже негативные моменты они не но не сильно какие-то да там критичные страшные еще что-то такое совсем можно бороться ну что это было все про минусы я рассказала про плюсы тоже надеюсь было полезное видео оставляйте свои комментарии пишите у какие у вас были последствия родов потому что я думаю что у меня это не самые страшные и конечно даже минусы в принципе с ними можно жить а с теми с которыми нельзя жить с ними можно бороться при помощи всяких технологических штук вот мне конечно было немного неловко все это вам рассказывать поэтому подержите пожалуйста лайком это видео что я не зря старалась но мы с вами очень скоро увидимся всем пока